Нагрузка выросла безусловно в разы. В поликлинике сейчас достаточно сложно справляться, но мы все равно справляемся. Привлечено к медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и контактным с ними пациентам огромное количество лиц. В первую очередь нагрузка пала на участковых терапевтов, участковых медицинских сестер, медсестер процедурных, которые занимаются забором мазков на дому, ряд других сотрудников. Поскольку большую часть помощи нужно оказывать на дому, то, безусловно, это требует большой самоотдачи от всех сотрудников. Кроме всего прочего, это требует привлечения больших транспортных сил для того, чтобы оказывать эти услуги на дому. В настоящее время пациентам коронавирусной инфекции и контактным с ними лицами работа организована следующим образом. Из участковых врачей и терапевтов сформированы бригады, которые выезжают к пациентам. Надо сказать, что и успокоить остальных посетителей нашей поликлиники, что вся помощь коронавирусным пациентам, а также контактным с ними лицами от первого до последнего дня оказывается исключительно на дому. Врач их осматривает на дому, маски забираются на дому. При необходимости контрольных анализов это делается или КГ, или еще каких-то манипуляций делается на дому. Если пациенту в связи с изменением его состояния требуется проведение компьютерной томографии для исключения пневмонии ковидной, то врач организует выезд специальной бригады скорой помощи, которую пациента забирает из дома, отвозит на компьютерную томографию и возвращает обратно с тем, чтобы он ни с кем больше не контактировал. Ну, либо врач организовывает, если нужно, госпитализацию. Все это делается без вне контакта с другими пациентами, вообще с другими лицами или гражданами города. Также мы рекомендуем пациентам, у которых они не коронавирусные, но возникло повышение температуры, или они ощущают какие-то всем известные признаки вирусных заболеваний, как-то недомогание, боли в горле, кашель, насморк. Всем этим пациентам мы рекомендуем вызывать врача на дом по телефону колл-центра. Поэтому риск встретиться с пациентом именно в поликлинике, он минимальный. Я хотела бы сказать, успокоить тех пациентов, которые находятся в режиме изоляции либо по заболеванию положительной по коронавирусу, либо контактной. Значит, все эти пациенты, абсолютно все, они прикреплены к лечащим врачам, к тем самым бригадам, которые наблюдают этих пациентов. Бригада наблюдает пациента и очно, и дистанционно, по телефону. Пускай пациентов это не пугает, это зависит от состояния пациента. Если у врача вызывают какие-то опасения, состояние, безусловно, посетит лично. Если у пациента все хорошо, они могут обсудить тактику ведения по телефону. Надо сказать в этой ситуации, что чем моложе пациента, это известно, и наша практика, это подтверждает общую статистику, которую вы слышите все в средствах массовой информации, что у молодых пациентов чаще всего наблюдаются легкие формы или вообще формы бессимптомные, без единого симптома или минимальный симптом в виде потери обоняния. Поэтому ежедневное посещение врача в такой ситуации абсолютно не требуется. Врач должен посещать тех пациентов, которым действительно требуется то самое наблюдение. Поэтому данные на всех пациентов есть. Больничные листы переживают пациенты о выписке больничных листов. Больничные листы и заболевшим, и контактным, выдаются на весь период карантина. Причем лицам контактным, опять же, хотелось бы их успокоить, этот больничный лист оформляется единовременно и выдается в последний день. Поэтому переживать в течение карантина, что есть ли этот больничный, будет ли он, безусловно, будет. Если у вас есть на руках постановление главного санитарного врача о том, что вы находитесь в режиме карантина, то, безусловно, на весь период карантина будет больничный лист, можете об этом не беспокоиться. Большую часть пациентов, большую, до 80-90% пациентов наблюдаются на дому именно участковыми терапевтами, педиатрами, медицинскими сестрами. Слава богу, стационарного лечения требует все-таки совсем не очень большая доля пациентов, которые попадают в стационар в средне-тяжелых формах, их не так много. Все остальные пациенты наблюдаются на дому. Это огромный труд, огромный труд ежедневно объехать. Причем вы знаете, что и врачи, и сестры делают это в специальных защитных костюмах, в которых пребывание уже тоже многократно, наверное, на телевидении говорилось, насколько это тяжело находиться. Пациенты по себе знают, что даже просто в маске достаточно тяжело длительное время находиться. Мы с вами сейчас не сможем сказать, что вот если вот то-то, то-то и то-то есть, то больной обязательно госпитализируем. Все-таки это решение врача. И учитываются не только сами клинические признаки на данный момент, конечно, в первую очередь, но для, помимо высокой температуры, признаков интоксикации вирусной, кашля, одышки, одышка достаточно выраженная у этих пациентов. Есть еще такой достаточно важный показательный симптом, как сатурация, наверное, уже слышали, и насыщение крови кислородом, который измеряют специальными аппаратиками, которыми у нас оснащены все до одного участкового терапевта, и они при каждом посещении пациента измеряют обязательно. Это очень важный показатель того, как развивается инфекция, не переходит ли она в более тяжелую форму. Оценивается еще и предыдущее состояние пациента, то, что у медиков называется преморбидный фон, то есть сопутствующие заболевания. Наверное, тоже наши граждане уже слышали, что, к сожалению, тяжелые формы и в том числе и летальные исходы возникают у тех пациентов, у которых есть провоцирующие моменты, такие, как заболевания с сахарным диабетом, бронхиальной астмой или другими заболеваниями легких, сердечно-сосудистая патология, онкология или ожирение. При посещении поликлиники у нас сейчас, кроме центрального входа, специально организованы еще два входа для пациентов. Центральный вход предназначен для пациентов без признаков вирусных заболеваний, которые посещают поликлинику по какой-то другой причине. Причем на входе организован санитарный пост, где всем входящим измеряется температура и производится обработка рук с помощью средств. Если пациенты ощущают некое недомогание, которое может быть расценено, так как признаки вирусной инфекции, и они вдруг не вызвали врача на дом, а пришли в поликлинику, для них организован вход со стороны инфекционного блока. Это со стороны зернова 68 здания. Там тоже есть санитарный фильтр, и этот блок выделен отдельно, как инфекционный. Там ведет прием врач по оказанию неотложной помощи, который работает с 7 утра до 7 вечера, без предварительной записи, и может принять этих пациентов. И третий вход боковой со стороны Симашка, дома Симашка-4, отдельный вход, который мы организовали для пациентов женской консультации, которых мы тоже, безусловно, оберегаем. Этот вход и ведет сразу же на лестницу, которая выводит женскую консультацию. Понятно, что поликлинику в данной ситуации нужно посещать исключительно в маске, желательно в перчатках, либо постоянно обрабатывать руки или санитайзерами, или мыть их с мылом. Это все уже всем известно. В настоящее время, кстати, пока мы готовились с вами к разговору, уже немножечко изменилось наше наблюдение беременных женщин. Если женщина состоит в женской консультации на учете по беременности, то для соблюдения ее режима самоизоляции объявленным губернатором Нижегородской области контрольное посещение гинеколога будут организованы на даму такой женщины. Ей не нужно приходить в поликлинику, не подвергать себя риску где-то встретиться в транспорте или на входе спальными. Во-первых, если у нас постоянные клиенты видели, что во всех местах, где есть скопление пациентов, установлены рециркуляторы воздуха. Это устройства, которые дезинфицируют воздух, которые могут работать в присутствии лиц. Есть такие достаточно большие устройства на колесиках, передвижные. Они везде есть, и на входе есть, и в холле, и там, где терапевтические пациенты, где пациенты, вообще в скоплении некие пациенты. В женской консультации есть эти устройства, рециркуляторы воздуха. Второе, это безусловно в момент повышенной такой опасности эпидемиологической меняется режим обработки. То есть каждые два часа обрабатываются поверхности дезинфицирующими растворами. Ручки, перила и так далее, то, к чему прикасаются, обрабатываются специальными средствами. Безусловно, проветривание, как положено, через каждые два часа проветриваются, помещения, кабинеты, холлы, коридоры проветривания. Да, безусловно, как и в первую волну, мы не прекращали оказание такой услуги, украйне востребованной нашими пациентами. Среди наших пациентов очень много льготников, так называемых, федеральных и региональных льготников, то есть лиц, которые получают льготные лекарственные средства по специальным рецептам. Раньше эти пациенты ежемесячно должны были прийти на прием к врачу, чтобы выписать лекарства. Во-первых, сейчас разрешено выписывать эти лекарства сразу же на более длительный срок, чем месяц, на два, на три месяца в ряде случаев, некоторые все-таки на месяц. Но пациенты могут обратиться за выпиской этих лекарств дистанционно, по телефону. Фельдшера, медсестры кабинета доврачебного проверяют, связываются с лечащим врачом, проверяют по медицинской документации, подтверждение заявленных лекарств, о том, что действительно эти лекарства показаны пациенту, и врач подтверждает, что ему можно продолжить выписку. Значит, оформляются эти рецепты, и затем они передаются более молодым родственникам или волонтерам, которые могут доставить их пациенту.